Добрый день, дорогие друзья! Я шеф-повар Сергей Легай и компания Мариадор. У нас сегодня есть замечательная нерка. Мы ее разделаем, засолим и, соответственно, прекрасный деликатес будет готов. Посмотрите, у нас есть такая замечательная дикая дальневосточная нерка. Мы сделали из нее прекрасное филе и сейчас будем солить. Для засолки нам потребуется соль, сахар и цедра цитрусовых. Для начала, чтобы у нас все было по фэншую, нам надо будет завесить нашу рыбу. Для засолки по классическому рецепту мы возьмем часть филе и у нас получилось 400 грамм. 400 грамм рыбы. Нам нужно посчитать, какое количество соли и сахара нам надо для этой смеси. возьмем калькулятор, забьем сюда 400 грамм. Нам необходимо 5 процентов соли от веса рыбы. Итого 5 процентов у нас получается это 20 грамм. Итак, для этого рецепта нам потребуется морская крупная соль. И как мы высчитали по калькулятору, нам нужно ее всего 20 грамм. Соответственно, сахар у нас уйдет в два раза меньше. Берем лайму, снимаем с него цедру. и снимаем цедру с апельсина. Так, прекрасно. У нас получилась ароматная посолочная смесь. Теперь берем нашу рыбу. И равномерно распределяем посолочную смесь по всей рыбе. Теперь нам потребуется целлофан. Мы накрываем рыбу целлофановой пленкой, чтобы она у нас не заветрилась. Если есть время присмотреть за рыбой, то желательно, чтобы два-три часа рыба провела при комнатной температуре. И только потом ее поставить в холодильник. Если такой возможности нет, то соответственно мы берем рыбу и сразу кладем в холодильник. Время засолки будет примерно одна ночь в районе 12 часов. То есть, если мы, например, хотим рыбу завтра подать к столу, очень удобно, что накануне ее разделал, засолил. На следующий день, в принципе, она готова. Она будет очень деликатной, легкой соли. Если хочется рыбу получить более соленую, более классическую, как мы покупаем в магазинах, то, соответственно, количество соли нужно будет увеличить до примерно 7-8 процентов. И, соответственно, сахар половину от веса соли. Вот. Но такая рыба слишком соленая и мне не нравится. Поэтому мне нравится вот такой облегченный рецепт. Попробуйте. Если вам понравится, ставьте лайки, подписывайтесь на наш канал. Убираем в холодильник. Проверим рыбу через 12 часов. А теперь маленький лайфхак. Представляете, у вас есть замечательная рыба, но к вам пришли гости. Что делать? Нужна срочно закуска на стол. И вот у нас есть решение. В этом нам поможет плитка. Вот такая вот замечательная. Самой обычной, необычной гималайской соли. Итак, рыбу надо нарезать тонким слайсом. В принципе, при наличии острого ножа это совсем несложно. Что же теперь? Нам нужна тарелка для выкладки. А дальше включайте секундомер. Посмотрите, что я буду делать. Я выкладываю рыбу на соль. Я выложил два слайса. Считаем до буквально десяти. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять. Так. И рыбу можем выкладывать на тарелку. Соответственно, рыбу можно просто нарезать. Не готовить ее заранее, а прямо вот так вот подать отдельно нарезанную рыбу и рядом поставить плитку гималайской соли и позволить вашим друзьям самостоятельно приготовить вот такую вот замечательную рыбку. Итак, по ту сторону экрана Вам кажется, что это похоже на какой-то обман. Но на самом деле никакого обмана нет. Здесь работает чистая физика. Мы нарезали рыбу очень тонким слайсом. Дальше. Рыба выделяет сок. Выделивший сок расплавляет соль. И за счет большой площади практически моментально пропитывает рыбу самое меньшее на полмиллиметра. То, что мы ее подсаливаем с двух сторон, как раз таки и приводит к тому, что у нас получается слабосоленая рыбка. А насчет времени выдержки, ну здесь уже каждый, я думаю, сообразит на свой вкус. Как ему нравится? Посоленее, либо наоборот, поплеснее. Итак, рыбу нашу мы засолили. Что мы имеем? У нас наша плитка соли покрыта рыбьим жиром. Если мы не будем мыть, то этот жир прогоркнет. И следующее приготовление рыбы будет проблемным. Рыба получится невкусной, с привкусом прогоркшего жира. Слишком долго мыть тоже не нужно. Потому что соль от воды плавится. Мыть поэтому стоит не в горячей, а в холодной воде. Тогда мы бережно смоем поверхностную часть соли, она уйдет вместе с этим жиром. А дальше посушим бумажным полотенцем. Вот такое бережное отношение к плитке соли позволит вам пользоваться ей очень-очень долго. Итак, маленький лайфхак от шеф-повара Сергея Легай и компании Мариадор. Нерка дикая, дальневосточная, засоленная буквально за каких-то 20 секунд. И это оказывается реальность. Если понравился рецепт, ставь лайк, подписывайся на канал и следите за новыми рецептами. Приятного аппетита! Итак, время прошло чуть больше, не 12 часов, а почти сутки. Проверим, что же у нас получилось. Итак, мы видим, что выделилось достаточно много сока из рыбы. Соль при этом растворилась еще не вся. Поэтому нам необходимо остатки соли, то есть посолочной нашей смеси, и цедры удалить. Аромат стоит необыкновенный. Цедра все-таки такая вещь, которая решает во вкусе и аромате. Так. Ну что, рыбу мы освободили от посолочной смеси. Надо пробовать. Нарежу рыбку тонкими слайсами. Аромат от цедры стоит прям великолепный. Рыба очень деликатного посола. Прямо вот как мне нравится. Очень рекомендую. Мы дали вам два рецепта. Как засолить рыбу классический. И лайфхак, как сделать ее моментально. Моментальный рецепт, правда, годится только для моментального потребления. Такую рыбу не сохранить. Ее придется есть сразу. Засоленная же рыба классический. Позволит ее сохранить до недели в холодильнике. Если же потребуется более длительное хранение, то тогда ее лучше завернуть в полиэтиленовый пакет и заморозить. После разморозки качество не потеряется. Поэтому, если наши рецепты вам понравились, ставьте лайк. Подписывайтесь на канал. Жмите в колокольчик и следите за новыми рецептами. Субтитры подогнал «Симон»